В нашем городе создана сеть муниципальных учреждений культуры, которые могут предоставить слабожанам спектр различных культурных, образовательных и информационных услуг. Силами работников культуры также проводятся все крупные общегородские мероприятия. В таблице обозначены фактические показатели и плановые, к которым учреждения культуры Слободского должны были стремиться в 2017 году. Почти все показатели выполнены на 100 и более процентов. Есть несколько показателей не выполненных, на них остановлюсь чуть подробнее. Это прирост доли библиографических записей по отношению к количеству документов библиотечного фонда. Данный показатель выполнен на 97,9%, что составляет 29 458 записей. Прирост посещений сайтов библиотек. Данный показатель выполнен на 82,5% и составил 36 611 посещений. И увеличение доли охвата населения и услугами библиотек. Данный показатель выполнен на 94,9% и составил 140 296 посещений библиотеки. Специалисты говорят, что невыполнение данных показателей связано с объективными причинами. Так, план на 2017 год по ним по отношению к 2016 году был существенно выше. Да и комплектование фондов библиотек было на невысоком уровне. Как привлекать читателей без новых книг? А вот так в Слободской культуре выполняли перечень поручений президента и губернатора по повышению заработной платы. В 2017 году среднемесячная заработная оплата работников муниципальных учреждений культуры составила 18 625 рублей 60 копеек. Среднемесячная заработная оплата основного персонала данных учреждений культуры составила 21 181 рубль 10 копеек. Данное соглашение выполнено, соответственно, по всем работникам учреждений культуры на 101,5% и по основному персоналу на 107,3%. Из доклада следовало, что в 2018 году продолжится работа по увеличению размера среднемесячной зарплаты работников муниципальных учреждений культуры и доведению ее до 22 837 рублей. Именно таков уровень среднеобластной зарплаты в этой сфере. А теперь о величайшем из искусств. Прошедший год показал, что кинотеатр пользуется большой популярностью у населения города. Так, за 2017 год проведено 2677 сеансов показа новинок отечественных и зарубежных кинофильмов. Данные сеансы посетило 34 455 человек. Было немало сказано и о достижениях Слободского музейно-выставочного центра, который выиграл грант в размере 400 тысяч рублей. Деньги были потрачены на проекционное оборудование и разработку контента «Виртуальный гид». Еще 547 тысяч были получены за победу в конкурсе «Культурная мозаика малых городов и сел». Данные средства будут направлены на установку информационных стендов возле шести объектов культурного наследия и проведение семинаров, посвященных сохранению объектов культурного наследия. Среди основных проблем у отрасли культуры по-прежнему остается слабая материально-техническая база, устаревшее оборудование, парк музыкальных инструментов, отсутствие современных костюмов и обуви для концертных коллективов. Книжные фонды библиотек комплектуются неактивно, а здания учреждений культуры нуждаются в ремонте. Продолжение следует...